А в это время кадеты наших военных училищ совместили приятное с полезным и начали учебный год на курортах Крыма. По решению министра обороны с 1 сентября на базе Севастопольского кадетского училища открылся круглогодичный спортивно-оздоровительный лагерь. Первыми на побережье Черного моря приехали кадеты из Кызылы и суворовцы из Перми, среди которых есть два воспитанника из Чувашской республики. У них здесь новые друзья, новые впечатления, новые эмоции. А мы, понимая, что именно в этом возрасте формируется их характер, в этом возрасте формируется их личность, мы руководствами обороны делаем в том все, чтобы у них было конкурентное способное образование, чтобы у них была возможность заниматься любимыми видами спорта, чтобы они могли открыть свои таланты. Кроме учебных занятий и физических упражнений, для юных военных организованы познавательные экскурсии по Крымскому полуострову и знакомство с выдающимися памятниками военной истории Севастополя. Мы были на экскурсии Черноморского флота, были на Сапун-горе. Мне там очень понравилось, там очень красивый вид. Там экскурсоводы рассказывают все подробно и четко. В этом учебном году запланированы три двухмесячных смены для суворовцев, нахимовцев и кадет-довузовских учебных заведений Минобороны России. Помимо курсантов Пермского и Суворовского училища, в Крым отправятся воспитанники кадетских корпусов ПФО из Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Перми. Они примут участие в специальной военно-патриотической смене лагеря «Артек». Анастасия Алексеева, Республика.